На заседании рассматривались вопросы готовности сил и средств к тушению пожара в подготовках к зимнему периоду, а также о безопасном поведении на водоемах. К организационным мероприятиям оповещения относятся привлечение посыльных по 44 закрепленным маршрутам оповещения. Это машины отдела МВД России по городу Новошахтинску, оснащенные громкоговорящими устройствами по 9 маршрутам оповещения. В сентябре 2012 года заключено соглашение между администрацией города и благочинным семи приходов городского округа православной церкви о взаимодействии по оповещению населения в чрезвычайных ситуациях с использованием звучания тревожного набата церковных колоколов и рынок. Об обслуживании химически опасных объектов города Новошахтинска попытался отчитаться представитель общества с ограниченной ответственностью Донской региональной компании Олег Иванович Безматерных. Износ оборудования, которое эксплуатирует компания, очень большой. Те мероприятия, которые выполняли до нас люди, которые руководили, обслуживали данные химически опасные объекты, видно, были сопряжены с такими мощными усилиями, в результате чего мы имеем то, что мы имеем. Но население города Новошахтинск в этом не должно быть обделено. Поэтому руководство компании, Донская региональная компания, принимает и будет принимать максимальные усилия в обеспечении безопасности населения города Новошахтинска. От инцидентов, аварий, катастроф, которые могут случиться на химически опасных объектах. Скажите, когда появятся мероприятия и когда они будут утверждены вашим руководством и согласованы с городом Новошахтинском? Если это дело будет, будет. Если не будет, то у нас есть и проект решения. Потому что Донская региональная компания, которая как бы немножко изменила свои сегодня названия, мы уже слушаем вот этот вопрос и вот эти вот такие вот приблизительные рассказы на протяжении длительного количества времени. И выполняете вы, кстати, не наши какие-то там поручения, а вы выполняете постановление правительства Российской Федерации номер 178. Если нет ничего сказать, вот, пожалуйста, присаживайтесь. И нам достаточно мы услышали о том, как инвестиционная программа формируется. Мы знаем это дело, как делается. В сравнении с прошлым годом пожаров в нашем городе стало меньше, а также пожаров с травмами и смертельным исходом. В основном благодаря большой работе по профилактике, проделанной отделом надзорной деятельности и противопожарной службы. С начала года и по сегодняшний день в городе произошло 73 пожара против 74 в прошлом году, на один меньше. Погибло 7 человек, из них один ребенок, против 13 человек в прошлом году, почти в два раза меньше. Травмированных 15 человек против 17 в том году, из них трое детей, также меньше немного, там, на 10 процентов, чем в прошлом году. С наступлением холодов замерзают водоемы и любители рыбалки выходят на лед, а также любители поскользить по застывшей водной глади. Специально для таких граждан начальник управления по делам гражданской обороны чрезвычайным ситуациям Владимир Иванович Кондратенко и рассказал о правилах поведения на водоемах в зимнее время. Управление по делам ГУЧС направило соответствующие письма руководителям всех образовательных учреждений о том, чтобы провели беседы с детьми о запрете выхода на лед, пока он не окреп. Период ледостава это самый опасный период. Для спасения пострадавших у нас имеются соответствующие силы. Это аварийно-спасательное формирование. На настоящий момент сейчас техника переведена на зимние условия эксплуатации. Подготовлено соответствующее оборудование спасательное для того, чтобы можно было и бросить пострадавшему конец Александрова. И специальные настилы у нас предусмотрены для того, чтобы можно добраться по тонкому льду до пострадавшего. И спасатели отрабатывают вопросы спасения у утопающих и оказания первой помощи пострадавшим при утоплении. Как часто, посещая тот или иной двор, мы сталкиваемся с препятствием на подъезде к домам в виде сухих бревен, автомобильных шин, бетонных блоков и тому подобное. Беспечные граждане, думая только лишь о своем удобстве, чтобы соседские машины не загораживали вид из окна или не мешали дышать свежим воздухом на лавочке у подъезда, не задумываются о том, что эти самые препятствия мешают также и пожарной машине, которая приедет тушить их же загоревшийся дом. Эту проблему первозаместитель главы администрации Сергей Алексеевич Бондаренко предложил решить принудительным устранением препятствий подъезду на территории дворов. Несколько примеров неудовлетворительного состояния проездов и подъездов на этажным жилым домам различного назначения в городе Новошахтинске. Примером служат, например, улица 40 лет Октября, дома 7, 9, 11, проезды перекрыты автомобильными покрышками от больших грузных автомобилей. Улица Харьковская, 82, 88, проезды перекрыты пнями. Улица Харьковская, 18, это наше общежитие ООО «Глория». Нет подъезда со стороны улицы Городская, также нет возможности установить механическую лестницу, оттолестницу с тыльной стороны из-за отсутствия твердого покрытия. С фасада здания из-за отсутствия площадки для разворота техники. Хотя объект является у нас с массовым пребыванием людей, люди там проживают, поэтому нужно на это обратить внимание. Также проспект Лейна, 48, это наша стоматологическая поликлиника, здание. Подъезд со стороны улицы Перятенца перекрыт бетонной плитой. Также нет возможности установить мехлестницу с тыльной стороны здания из-за отсутствия площадки для разворота техники. Подобная проблема также по адресам Ленина, 44, 46, 42. Улица Пушкина, номер 13, водоканал произвел перекуп дороги при ремонте линии водопровода на перекрестке по проезжей части. Ну и фактически пожарная машина там не пройдет.